Доброе утро дорогие мои. Ну как всегда, чистый голодать, пока есть лебеда, велик лебеды, генералку, налог здоровья, налог здоровья. У нас сегодня 13 августа, погода будет изменчивая, передали то, что хотел там стяжку сделать, и походу обременились, лучше с голубями займусь. Ну пока, сегодня я наверное проверю вот эти голубей, которые мне ребята подарили, посмотрим как, сейчас же линька, посмотрим как поведет птица себя во время линьки. Так, значит, ну вот, последний раз, когда, ну когда приехал, ну видели ролик, поехали мы на рыбалку, ну и как бы рыбу поймали. Мы рыбу поймали не из-за того, что мы очень сильные рыбаки были, мне просто повезло. Мы когда ехали, я Ганелле говорил, если вот одного хотя бы такой более-менее крупную рыбу поймаешь, я буду очень счастлив, что у тебя это получилось. Так вот, когда приехали на рыбалку, ну видели, там же народ стояло, такие, там супер-пупер, там удочки закиданные, пятые, десятые, там мастер-класс. Вот так, приходишь к нашим голубятникам, открывает свою аптечку, говорит, смотри, каких еще лекарств нету, каких препаратов нету, все чин-чинарем. Ну это супер-пупер голубятник. То же самое среди рыбаков, таких же среди рыбаков, охотников. Понимаете, многие не понимают, что если у тебя в руках супер-пупер винтовка снайперская, но ты стрелять не умеешь, ты все равно не попадешь по зверю. Надо не супер-пупер винтовку, а надо стрелять уметь, метко стрелять уметь, знать, как звери найти, понимаете, как рыбу заманить, знаете. Ну, приехали туда, ну все, да, и вот там один подошел, ну все, я тут 9-килограммового сазана поймал. Я говорю, сегодня что ли? Неготь в прошлом году. Я говорю, а сегодня что поймал? Сегодня ничего не поймал. Ну, потом оказалось, чтобы он этот 9-килограммового сазана поймал во время нерести с очков, понимаете, не на удочке, не на закидных, короче, а с очков поймал. Ну, точно так же можно сетью ловить, да, но я это как бы зарыбал, потому что эти люди приходят ставить сетки, ну там что угодно может попасться. Да, и вот, когда начали ловить, вы не поверите, эти ребята от мандраша бросили, ушли, там с отцом сидели возле Ганелла, Ганелла вытаскивают прямо рядом. И, что интересно, перед этим они сами сидели на этом месте. Сами сидели на этом месте, ничего не могли ловить, потом отошли, я Ганелла говорю, сядь туда. Они же, говорят, я говорю, нет, они не сидят, сядь туда и ты там поймаешь, короче. Ганелла, сел, накинул там, ну, где-то через полчаса начал ловить. Да, и вот отец там с сыном, ну, ты что не ловишь там, короче, да не клюет, говорит, сел на эту удочку сына там, вытаскивает там болт, закидывает, сидит, сидит, короче, опять ничего, короче. А буквально пяти метров Ганелла вытаскивает, ну там, 5-10 метров от нее, Ганелла вытаскивает, говорит, это, да, там рыбу. И в обломе, ребята, обломали, сели, поехали, это, да, там, ну, они все супер-пупер, голубые, это, да, рыбаки, дорогие мои. Так вот, дорогие мои, рыбаки и охотники, как я всегда говорю, возле наших голубятников отдыхают. Те фантазии, которые есть у голубятников, ни у одного рыбака там, ни у одного там охотника нету, да, там нет. Нет, я тут соль, не шуба, несколько, знаете, этот анекдот, да, когда рыбак с этим встречается, с охотником. Ну чё, как там, короче Вот, говорит, поймал, говорит, сама Говорит, в прошлом году, говорит, там Да, ведро соли, говорит, еле хватило Говорит, солить А вот, а я вот, говорит, там Застрелил, говорит, песца Да, там Жене шубу с это, сшили Дочки сшили, он говорит, слышь, давай Говорит, поменьше, а то мне придется соли добавить Значит, чё это Да, в чём проблема, дорогие мои Почему я говорю это, да, там, чисто повезло? Ну, кто в рыбалке понимает, они прекрасно знают, перепады температуры, погоды, жара, жара, она рыба пассивная. Вот как мы в жару с дома не хотим спускать, да, выходить, сидим под кондером. Точно так же рыба уходит глупо, пассивно, ему не интересно ни червь, ни опарыш, ничего. Ну, так как получилось, что мы поймали. Если вы помните, там я же там ролики смотрели, ролик, да, я говорил, что лаваш, вот это кунжутный хлеб, примаки, там это, да, прикормки всякие. То есть, сделал бутерброд, чтобы поймать. А так я обычно кидаю много снастей. Когда прихожу на рыбалку, я кидаю, это совет вот всем. Кидаю много снастей. На каждом снасте по два крючка. Допустим, на одну, на один крючок надеваю червь, на другой опарыш, на другой, это, да, там, надеваю кукурузу, нут, горох, там, это, да, мякиш от хлеба. То есть, на каждый крючок сажаю что-то, в общем, для того, чтобы понять, бутерброд это, да, из червей, из опарыша. То есть, тут на крючок надеваешь и червь, и опарыш одновременно, в общем. То есть, разные эти, да, там, приманки, там, ну, этот, как бы, ну, и потом смотришь, на чем клюет рыба. Вот тот день у нас ни на нут, ни на горох, там, ни на червь, ни на опарыш, ни на что не клевало. Вот клевало только на этот хлеб, и более-менее на кукурузу. И то кукуруза не бандюэль, а такой, крупная кукуруза. Бандюэль, они же такие, там, это, да, мягкие, такой-то, да, там, на обычную, на самую дешевую кукурузу клевало. Такое тоже есть. То, что дорогое, это не говорит о том, что хорошее. Теперь, значит, по поводу, это, да, там, гонок голубей, там, некоторые говорят, вот голуби не летают, там, ну, если заболели, да, они будут летать. Ну, понимаете, дорогие мои, есть голуби, которые во время линьки наотрез отказываются летать. Им больно, у них травмированное крыло. У них, там, пера не хватает, да, там, есть голуби, пока там не будет полное крыло, там, но не будет летать он. Скажем так, боксер на рынке получил малейшую травму, и все, и бой останавливает, он дальше не продолжает. Но другой боксер, ну, один из этих величайших боксеров, вот такой, Егибарян, вот в Армении же есть школа бокса Егибаряна. Так он, по-моему, стал с поломанной ключицей, чем этот, олимпийским чемпионом. Кубинис, по-моему, был, а Кубинис сломал ему ключицу. И он одной рукой, и притом не своей рукой, да, не правой, левой рукой он, да, выиграл этот бой. То есть каждый сам по себе индивидуален. Один может летать, другой может наотрез отказаться. И сделать выводы во время линьки, голуби хорошо летают или плохо летают. Ну, это глупо. Точно так же в жару делать там выводы, там, это, да, там, рыбак сильный или не сильный, тоже как бы глуповато. Понимаете? То есть там обычно в нормальных условиях все вот это проверяется, да, там, у меня там двоюродный брат, он говорит, вот у меня не получается поймать крупную рыбу. Вот маленькая ловлю, а вот рыба. Я говорю, ни разу, говорит, в моей жизни, говорит, крупную рыбу не клюнуло. Я говорю, а много раз у тебя с Настей порвало? Очень много. Я говорю, так, дело в том, что тебя очень часто клюнуло, просто ты его не можешь вытащить, эту рыбу. Вот те, те поклевки, которые у тебя с Настей порвали, это как раз и была крупная рыба. Но крупную рыбу надо иметь и вытаскивать, понимаете? Надо уметь вытаскивать. Даже вот, смотрите, вот, Ганнер, когда поймал рыбку, в том ролике, да? Мы же вытащили, на берегу, вот, сколько он хотел показать, рыба же, крючок оторван. То есть, если мы его бы вытащили без сачка, однозначно он бы ушел, мы его бы не вытащили. Вот как бы вот так получается, дорогие мои. В любом деле, в любом вещи есть тонкости, есть нюансы. И надо это понимать. Понимаете, вот это вот у нас супер-пупер, там у нас тоже вот был рыбак один, там бывший гаишник, тоже формы, шляпы, кепки, там спиннинги, чуть ли не золотые блесны. В общем, вот как он с нами ездил на рыбалку, ни хрена не поймает. И вот он, как без нас едет, жену ангела звали. Вот я с ангелой там 15-килограммового сама вытащил, 10-килограммового создано. Мы с Мишей там с другом, да, усывались. А Миша вырос на рыбе, потому что мы из Ростовской области тоже там это, да. Вот приезжаем на рыбалку, вот троем приезжаем на рыбалку. Мы с Мишей сели, он сел, я сел. Ну, метров там, ну, 20-25-30, да, разница, садится. Он закидывает свои снасти, я закидываю. А этот пять минут сядет, постоит, не поймал. Все, и смотришь вокруг, это, да, пруда, круги нарезает. Вот он весь день кружится, 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 и ни хрена не ловит. Приходит, ну, вот сидим там, ну, бывает, ну, час нету поклевки, два нету, три нету, четыре нету, пять нету, шесть нету, семь нету, восемь нету. Потом смотришь, дурак пошел. И буквально за полчаса, за час ты ловишь то, что там за весь день должен был ловить. То есть терпение еще должно быть. То же самое. Если голуби у вас летали, и сейчас пошла линька, дорогие мои, терпение надо, потерпите чуть-чуть. Пройдет эта линька, она же не вечная, и птица начнет летать. И еще раз, сделать выводы во время линьки про голубей, это хороший или плохой. Если сейчас начнем взявать выводы, то пищалки, которые не бьют, сейчас они лучше летают, чем те голуби, которые в их стол дают, тянут до баси тоже. Но это не говорит о том, что пищалки сильнее или лучше. Нет, нет, дорогие мои. Поэтому терпение, спокойствие, и все будет замечательно. Ну, я сейчас на паузу поставлю, поймаю этих голубей. Там две штуки от Вова, орловки грузина, и вот те, которые мне вот отправили. И сейчас попробуем, посмотрим, как они пойдут, не пойдут, будут бить, не будут бить, не знаю. В общем, мне бы покажут. Ну, и еще раз, независимо от того, что бы они ни сделали, это как бы за зачет не считается. Вот, скажем так, да, там студент весь семестр может отвечать, не отвечать. Зависит от того, когда там на экзамен придет. Оценку будет ставить во время экзамена. То есть, придет зима, и я уже проверю эти, когда и тетер будет активный, и сапсам будет активный. Ну, и посмотрим, как эта птица, то есть, в сложнейших условиях, посмотрим, как они себя поведут. Пока на паузу поставлю, посмотрим. Так, дорогие мои, ну, поймал я 14 штук, 2 от Вова и 12, которые ребята отправили. Сегодня прохладно у нас, сейчас посмотрим. Скорость ветра в Волгограде. В Волгограде сейчас ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Ну, температура сегодня 35 будет подниматься, но пока 19, вот она, видите. То есть, ветра нету, влажность большая, будут осадки хорошие. Да, тут вот два чапа, вот один от Вова и этот от Арайка. Это вот грудь красный покрашен, один в один, одинаковый. Сейчас посмотрим, как они себя поведут. Это вот чубатенький белый, это пёры. Вот баша, лёвит, выпустим. Остановка выкручивает. Белое кольцо, которое, что-то отправил шахматным хвостом, шеечка. Уроды, пошла, села. Она летит, вот эта голубочка летит. Смотрите, пошлет. Нормально. А, длинный. Готовый, готорый Сергей посадок поставил. Субтитры сделал DimaTorzok Ну помните этого пескуном, летал, бой взяла, этот я одноперненький был, одноперненького нету Нормально было Так, беленький отдельно поперненький Да, хлопки дают, вот они Вот это марайковского чапа выпустим Посмотрим, что она покажет Арайковский, это то, что Арайк мне отправил, а так это Ашота Голуби Ашота им отдавал, и Арайку И Арайка И Арайка И Арайка И Арайка Из Армении Там есть шмол Человек Шмолас Голубей И Арайка И Арайка И Арайка И Арайка И Арайка И Арайка Уже есть шмол и Большое золотое кольцо это вот чап тоже золотое кольцо это постарше было она не гнатой было еще раз проверять этих голубей я буду зимой как там это да анекдот про чапаева и петька когда горит петь и наш найди мне девственница он одну привез горит ну петь надо чего наш гид не в девственнице 2 в отложите вас потом будет васил иванов сам проверял сам это мрамор нынки все они в паре уже голубь голубки когда по-моему марте концу марта мне привезли свет привет из-под шеек тоже видите как обиденький вышел ни хвоста ни хрена не то ничего не то ну бьет и для того чтобы узнать кто чего показывать дорогие мои ну вот так выпускает по одному это вот сезарчик модники красивый этот бьет но по моему не летит если зимой если зимой яша разгонит тренера нет вот тогда уже видно будет поэтому я буду ждать зимой сейчас даже и не бьет так значит это вот который помните полгода не летали 8 месяца потом резко начал летать его еще взяла это из этих вова грузина с орловки ну что ж так оно стоит одному пойти сесть с остальных этажей белокрылая остановка дает ну это вот от вова такой же как это молодой помните последний раз семь штук взял вот этот один остался из 7 штук вот это сезарчик эти летают там один на это мазанный швечки так ну и дверь откроем пусть эти курочки тоже входит и пойдут веру мир покажу вот этих но сегодня хотел проверять вот этих пешалок мраморники не хотим ласточки низкий летать вот это че уселся не так не хочешь Субтитры сделал DimaTorzok выгоняем Ну что тут улетает. Спасибо, по-пользуйтесь. А, здесь колонны. Науки, 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 науки. Науки, науки, науки. Видите, мир умер показывает красиво. Вот и колосили. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте. Сыпались или не сидят там. О, дикарь подлетел какой-то. Где-то тут они живут, дикари. Вот они, уроды, где сели. Чш. 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 Не хотят. А, все, пошли, дорогие мои. Мир, мир, голубям, небо. Ну и запоминайте. Голуби живой организм. Они заболеть могут и пассивно могут быть и активно могут быть. Нет таких голубей, которые вам даже стабильны каждый божий день два часа времени. Не существует таких голубей, дорогие мои. Он может сегодня десять часов отлетать, а завтра может и пять минут не летать. Понимаете? Это только у полюбовщиков. У Бамонда. По любую погоду на заваленьках летят. Вот как хозяева сидят на заваленьках, рассказывают. Точно так же и голуби на заваленьках летят. В чердаках и в этих валерах. Мир, мир, голубям, небо. Удачи всем.